На нашем сайте rc-rls.com.ua я уже написал статью о том как пользоваться никель цинковыми аккумуляторами. Вот сейчас я хочу пару слов просто сказать о них. Данные аккумуляторы имеют номинальное напряжение 1.6 вольт, что в отличие от обычных никель-кадмиевых аккумуляторов, которые имеют номинальное напряжение 1.2 вольта, ну выглядит гораздо симпатичнее. То есть мы для работы большинства устройств должны использовать либо батарейки, например приемники, передатчики и так далее. И при этом 1.2 вольта никель-кадмиевых аккумуляторов очень невыгодно выглядят по сравнению с обычными батарейками. Ну а данные аккумуляторы никель-цинковые, которые имеют типоразмер такой же, как у никель-металлоядридов, никель-кадмиевых АА, вот они имеют номинальное напряжение 1.6 вольт. Я в данном случае их использую. Вот три штучки для... Поверьте, он там лежит. Вот там. Три штучки я использую для девайса под названием паяльник. Вот. Номинальное напряжение у него 4.5 вольта, но используя 1.6, я повышаю напряжение, но рассчитываю, что он у меня все-таки не испортится, не сгорит. Одновременно, как сказать, будет исполнять свои функции. Вот. Как бы я проверял. Он работает. От этого напряжения. Вот. Единственное, конечно, минус, что нам никель-цинковые аккумуляторы необходимо заряжать специальными устройствами. У них емкость, как указано на аккумуляторах, вот на данном типе, у них емкость 1500 мАч. И производителем указано напряжение отсечки заряда 1.9 вольт. То есть, его нужно прекращать заряжать при напряжении на один аккумулятор 1.9 вольта. Я в своей статье на нашем сайте rc-rls.com.ua описал три различных способов зарядки. Поэтому заходите на наш сайт, читайте, подписывайтесь на канал. Вот. И я думаю, что вы узнаете много нового и полезного. Всем успехов! Летайте!